здравствуйте в эфире открытый диалог я александр поляков сегодня у нас в студии таланта интеллекта харизмы а главное мускульной силы стало в разы больше чем обычно ведь в гости к нам пришел российский спортсмен актер и общественный деятель генеральный директор телеканала . отрыва сергей бадюк сергей здравствуйте добрый день рад что вы к нам пришли спасибо что позвали вы очень многогранный человек я успел ознакомиться с вашей биографии где вы только не были вы служили в спецназе гру работали в фсб потом нефтегазовая промышленность потом общественный деятель актер как это все в вашей жизни сложилось вы открыты миру или вы целенаправленно эту стезю заранее планировали для себя заранее планировать что-то очень сложно естественно как бы я там рос всеми офицеры изначально хотел стать офицерами стал им служил в армии закончил высшую школу кгб поработал вот потом по истечении контракта уволился какое-то время работал как антикризисный менеджер получил второе высшее образование вот но честно говоря всю жизнь мне хотелось заниматься кино телевидением даже не кино а телевидением и основная моя деятельность это все-таки телевидение и работа как режиссера и сценариста снимать документальные программы и фильмы вот есть работы в кино конечно у меня более 30 картин как как актерская работа но она не является для меня вот как бы основной все-таки в основном я работаю как на на телевидении вот сейчас уже в течение года ровно я возглавляю телеканал точка отрыва это спутниковый телеканал мужской телеканал такой по нашему мнению он лучше мужской я уверен в этом телеканал он охватывает все сферы жизни современного мужчины это и хобби и спорт и оружие и путешествия экстремальные виды спорта байки машины техника все то что вот окружает современного мужчину в жизни и то что ну делает эту жизнь настоящей и яркой потрясающий телеканал на самом деле очень интересные передачи я ознакомился особенно меня привлекло конечно оружие как любого мужчину и огнестрельное холодное мы стараемся вот но как впервые вот вот вы работаете допустим да в совершенно в другой сфере и в какой-то момент что поступило предложение или вы для себя сами решили знаете нет я я работал тогда еще да я работал нефтегазовой сфере вот и меня но я много тренировался меня позвали консультантом на фильм анти киллер постановщиком сцен ножевых драк как-то все это история меня закрутила завертела естественно это очень интересно вот и потом спустя какое-то время продюсер этого фильма мне перезвонил сергей я снимаю вторую часть не хочешь сняться я видел там для тебя роль применил но я опять же отнесся к этому очень не серьезно начнется и снятся ну кому же не интересно вот и по мере того как я вовлекался в мир кино мне все больше интересно становилось как это происходит как это делается потом появился телеканал боец и когда появился телеканал боец меня тоже начали там друзья звать там делать программы какие-то мы начали делать программы я смотрел не все мне нравилось то что происходило и я начал как бы я смотрел на других ведущих которые мне импонировали прежде всего это николай коровин считаю его одним из своих учителей сейчас он кстати работает у нас на телеканале точка отрыва вот он линейный продюсер вот и таким потихоньку потихоньку как-то все это начало все больше занимать моего времени и сил и в какой-то момент я принял решение уходить уходить меня не все поняли все считали что я сошел с ума вот крутили телеканала боец не уходить из нефтегаза мне все крутили пальцем у виска и думали что я так что-то не то с головой но решение было принято моя семья меня поддержала и вот уже ну сколько больше 12 лет я занимаюсь только одним я снимаю фильмы я снимаю телевизионные программы пропагандирующий спорт какие-то правильные мужские ценности но в моем видении то есть это моя авторская позиция на которой я наверное имею право но собственно говоря и все потом вот последних уже четыре года три с половиной года я работаю еще как военкор агентство анна-ньюс вы были в сирии не однако раз 9 на 10 сбился уже много раз был оттуда вы снимали репортажи оттуда вы снимали передачи расскажите что вам там запомнилось вы были там прям вот вместе событий ну да ну что война это такая история которой никому не пожелаешь и естественно в своих репортажах в основном что пытаешься передать это правду ну правду моими глазами то есть война это всегда трагедия мы не даем я не даю каких-то политических оценок ничего то есть максимально много стараешься общаться с людьми и просто давать им возможность высказаться давать им возможность высказаться как-то что-то чтобы передать весь этот ужас потому что там кто и что хочет там это политики решат а наша задача показать людям что война это ужас война это смерть война это ну война это страшно цветущая страна сирия в принципе цветущая она была так экономически очень преуспевающая вот буквально там за 8 лет она часть страны превратилась там выжженную пустыню в буквальном смысле вот только что сработал вот авиабомба видишь там тоже позиции игил сейчас по ним работает сирийская авиация прямо сейчас их слышно даже по звуку они отличаются от работы наших самолетов и от самолетов союзников по той причине что сирийцы летают ниже самолета которые идут низко то опытный человек сразу определяешь это сирийская авиация то есть фактически видите позиция охватывается вот таким вот кольцом полукольцом охватывает и гил вот вся вот эта жизнь спокойствия мы находимся практически до линии соприкосновения вот мы на ней находимся вот прямо вот здесь была линия соприкосновения по отелю широтон которому мы сейчас еще дойдем очередь на самом деле меня что удивило потому что я видел лавки где очереди хлебных лавках нет это государственная лавка здесь цены гораздо ниже чем в обычных коммерческих или рыночных как можно их назвать чем на рынке здесь гораздо дешевле то есть государство датирует хлеб потому что в бедных кварталах основная еда все-таки хлеб вода бобы будем надеяться что скоро эти очереди честно продолжаем не покидайте нас узнаете много интересного там очень много было построено там к примеру я помню под альбабом когда мы были это было года два с половиной назад дошли бои очень серьезные мы как раз добирались до переднего края ехали через поля там очень сложно очень много минных полей было и мы ждали проводника и жнув там видно просто чтобы такая была мощная очень растительная система каналы какие-то растительные не собирает там же прекрасный климат они собирают по несколько урожая в год и вот все это было разрушено уничтожено разворочено огромное это огромное вливание были в сельское хозяйство то что я видел я помню меня это тогда просто сильно очень поразило потом в алеппо там есть промышленный район огромный алеппо до войны это было 78 миллионов жителей на минуточку представьте себе мы просто не понимаем какой-то город вот приблизительно 40 процентов города 50 стерт из лица земли вот если вы видели фильмы про сталинград вот это та же история это лунный ландшафт там просто ничего нет они просто стерт количество погибших детей мирного населения там не поддается учету то есть их там невозможно посчитать всех погибших потому что когда рушился дом их просто заваливала там всех и и все у нас в группе всегда правило в анонюс что в группе обязательно старшим тот человек который имел боевой опыт и или служил потому что если только гражданские ребята это ну заканчивается всегда про риск очень большой да они у них нет навыков они не понимают как все вести со временем естественно все обкатываются у нас прекрасные совершенно операторы журналисты фантастические даже ребята которые не служили в армии многим без обид многим военным дадут фору сейчас но просто опыт набирается вот так что ну такая работа она интересная она требует полной самоотдачи и она очень нужна я считаю ну да не политизированный взгляд на вещи непосредственно смесь событий очень нужен общался с многими там вот жене подобным я там познакомился прекрасный совершенно высокопрофессиональный человек тоже совершенно как у нас говорят без башни очень рисковый то есть некоторые моменты я честно говоря я там постарше поосторожнее они вот прям лезли туда куда лезть не надо мы как-то попали с ним в одном месте мы попали под обстрел лежим значит он там что-то взрывается кидают по нам прям по нам стреляют потому что наши коллеги с сирийского телевидения мы снимали наступление сирийских войск значит командного пункта командный пункт это 300 метров даже ближе метров 200 от переднего края мы скрыто туда выдвинулись на нем находился генерал вот и он командовал пошло наступление пошло наступление прям начал завязался сильный бой мы спокойно все снимали ну достаточно спокойно бой прям идет бой значит работает мои операторы двое я там что-то комментирую стендапы какие-то записываем все это раз и потом появляется сирийское телевидение женщина и появляется с ней оператор он в ярко-красной бейсболке залазит наверх с камеры и начинает задавать вопросы я посмотрел вот так нам пора собирали своих ребят спускаемся вниз и женя тоже сразу он только глянул говорит но с ними разговаривать бесполезно потому что это воспримут конкуренцию какую давайте уходить значит мы только не спустились и сразу начало к нам прилетать значит ну и лежим мы там перепуриваем я говорю жень может это пробежимся там буквально метров наверное 50 и вход в подземный ход такой там уже реально а там уже подземное ответвление идут там можно укрыться да можно укрыться а мы лежим в домике таком утлан и думаем если мина ляжет на крышу то не факт что она выдержит если прямое попадание будет значит поддубный поворачивая серёга бег не мой конек и похоже твой тоже не смех и грех вот сергей сколько человек также сказали что вы сошли с ума когда вы поехали туда саму цели игиловцев грубо говоря вы понимаете в чем вопрос я честно вам скажу я с какого-то времени перестал я не пользуюсь интернетом не пользуюсь просто я не читаю никаких комментариев я честно говоря никого не слушаю я делаю то что я считаю нужно потому что много есть людей которые там сказали что я поехал за каким-то там как это называется hyip за какой-то известностью за какие-то там не знаю непонятно зачем ну это люди разные же есть поэтому что люди говорят вы знаете когда человек хочется что-то хорошее у меня и так найдет когда что-то плохое зачем мне это читать ничего себе хайпануть поехать в горячую точку на передний край боевых действий да поэтому я я раньше до этого когда снимал программы я там что-то нервничал мне там что-то писали я перестал это все читать я понимаю что я делаю то что я считаю нужным правильным так как я это вижу и у меня один ответ любому критику критика говорят очень важно для меня нет у меня один совет возьмите и сделайте лучше я вам пожму руку ну и собственно говоря все просто с возрастом сожалению сжимается очень время тебе кажется что вот еще год два три часто вот это сделать что сделаешь и все наконец-то отдохнешь работы становится больше дети вырастают как-то времени практически не становится и тратить время на общение с людьми скажем так которые не очень хорошо к тебе относятся или слушать чуток критику там чего-то тратить на это время это просто ноги по моему мнению бездарное проведение но это да да бездарно не только время но и силы эмоции потому что да ты тратишь на них естественно это не поэтому до с какого-то момента я просто взял эту честь жизнью все я ее выключил она мне неинтересно делаю то что считаю нужно вот мы уедем скоро буквально опять туда я думаю что наверно через неделю снова полетим снова есть идея там снимать хороший большой фильм всем рекомендую кто хочет реально посмотреть как это все происходило посмотреть у нас есть канал youtube анна news много программ у нас очень много хороших журналистов у нас очень много хороших операторов там и к сожалению не все живы остались у нас погиб кирилл вот он в августе погиб очень хороший был оператор очень талантливый он снимал фильм дороги сирии вот снимал кирилл вот он погиб в центральной африканской республики на журналист наш оператор вот царство ему небесное ну это война понимаете эта часть работы очень жалко парня очень был талантливый невероятно какой такой вот человеческих качеств невероятно вот но мы поедем и в память о кирилле мы постараемся будем постараться делать честные репортажи честные фильмы показывая людей мы не снимаем там политиков мы не снимаем какие-то там политические вот эти движения партии мы снимаем людей на передовой мы снимаем обычные семьи обычных детей и общался с человеком этому близкий товарищ уже стал там палестинец у него сын 16 лет они попали в окружении он позвонил отцу за минуту до того как подорваться гранатой вот и я знаю этого человека сына 16 лет у него 5 дочерей сын был один и вот как это пережить я вот у меня это я не понимаю он позвонил отцу сказал что все патроны закончились я буду подрываться и подорвался основная задача не что чем вы все это снимаете мы свою основную задачу видим в том чтобы люди видели все ужасы войны и понимали как важно чтобы ее не было вот здесь чтобы мир сохранить и чтобы сохранить мир мне когда горит сереж ну какая там вот война в москве ты что-то ты бредишь вы друзья мои до в любой момент я два раза уже здесь пережил танки на улице я уже давно живу если бы забыли вот архивные люди тогда погибли к сожалению понимаете поэтому вот самое важное это не допустить кровопролитие здесь у нас это вот это это самая важная наша задача мы честно показываем чтобы люди отдавали себе отчет что это конфликт вспыхивает легко погасить его сложно сергей вы занимаетесь восточными единоборствами и в то же время поддерживать свое тело в очень хорошей физической форме в тренажерном зале наверняка вопрос на засыпку как совместить качалку ну тренажерный зал и ударные виды спорта это интересует многих кто занимается и тем и тем поэтому вопрос я думаю будет браться просто качаетесь и бейте по правде говоря я уже там пару лет не подхожу к железу практически я занимаюсь только собственным весом у меня дома оборудован зал фанаты мои знают у меня прям на ресничной площадке такой вот два с половиной метра квадратных ну да даже может меньше у меня там все необходимое стоит и вот я прям там только тренируюсь и все я в зал не хожу в тренажерные залы я не хожу вот мне достаточно собственного веса он достаточно значительный люблю поесть борюсь с этим честно скажу это основная сложность то есть мне гораздо менее сложно заставить этом потренировать тоже бывает лень там утром глаза открываешь что может блин не пойду сегодня потом сам собой поговоришь ну как первые 30 лет тяжело потом ничего уже договариваться проще но я за эти 30 лет говорит что вам перестал быть линия нет я научился с собой договариваться вот зал совмещать надо просто я вот сегодня проводил я по субботам провожу открытые бесплатные совершенно на практике у меня парк рядом с домом когда-то с помощью своих друзей своих последователей помогли тогда камил гаджиев нам сильно помог это файт найтс батуха сиков который сейчас возглавил калмыцкую республику он тоже приезжал на открытие этой площадке помогли нам ребята они мы сделали в палке в парке первую площадку сейчас это парк прекрасно пятидесятилетия октября там очень много спортивных площадок на наша самая крутая и вот я там по субботам собираю людей приезжает ну вот сегодня были с владивостока из мурманск например ребят и откуда-то еще я уже сейчас не буду мы проводим я провожу с ними открытые бесплатные тренинги иногда приглашаю туда звезд спорта своих друзей приезжают ребята с москвы естественно со всех районов из подмосковья вот и мы там себе тренируемся спокойно я им говорю что братцы работает система вы можете сами ее придумать вы можете где-то это увидеть самое главное делать это регулярно все секрет в одном в регулярность ну и честно говоря с возрастом уже пришел к тому что в умеренность то есть не лезть на запредельные веса не ставить рекорды если вы не собираетесь там профессионально выступать если это не кормит вас если это не ваша профессия скажем так то умеренность вы стали идейным вдохновителем одним из инициаторов сети детских секций боевые панды насколько я знаю связи с этим вопрос как ребенку преподнести занятия спортом в нужном ключе то есть не заставляя возможно если каждый день его будить в 6 утра и заставляет заниматься наверное это даст какие-то отрицательные плоды у него возникнет антипатия вы знаете это самый болезненный вопрос у меня трое детей один из них маленький ему всего четыре года вот двое старших ребята не занимаются спортом занимаются спортом под моим руководством исключительно так сказать для то что называется для себя я категорически против всевозможных соревнований категорически я вот тут сидел с мелким на площадке это два дня назад и очень поучительная вещь ну деваться некуда там одни мама и я там сижу смотрю как он в песке ковыряется счет и краем уха слышу разговоры значит женщина рассказать вот девочка с ней находится девочка лет семи ну да первоклассница вот у девочки там в шесть дней в неделю школа она подруге рассказать вот мы шесть раз в семь раз в шесть раз в неделю мы ходим на гимнастику и вот нам надо бы еще два дня на плавание я удержался чтоб не выругаться просто матом извините ребенок я смотрю на ребенка ребенок вот такой он неадекватен он не понимает где он находится сейчас школе нагрузки раньше мы шли в школу отдавали нас отдавали в школу меня там чтобы меня там научили писать читать хорошие книжки там чтобы я там всему научился а сейчас в первый класс тебя берут чтобы ты уже должен сдать экзамен то есть ты тебя дома должны научить или где-то там не знаю где там на каких-то то есть сместились эти акценты что я считаю категорически неправильно но это и без бы с ним но на детей валится такая нагрузка и когда родители безумные начинают еще компенсироваться на детях давай там шесть каких шесть тренировок недели вы с ума посходили нельзя или все еще все все должны ходить на единоборство и быть чемпионами нельзя дети разные вот наш критерий вот через пан где через своих уже смотрел эксперименты ставил на своих детях сначала это личный пример и какой-то минимальный набор когда вот я прихожу давай сегодня стоп подтягиваем смотрит на меня и ненавидит а когда я подхожу говорит сынок давай пять мы сделаем потяг давай пять отжиманий и мы тихо за день со мной набираем 20 иногда 30 иногда 50 но мы делаем это постоянно это вот я мы ставили удар и говорю давайте ты мне сегодня дашь шесть минут ну шесть что такое шесть минут это два раунда по три по три минут ну шесть минут давай это ну шесть ну что ты же не час я подержал ему эти лапы шесть минут потом он тихо тихо втянулся и сейчас он уже сам ходит на кикбоксинг на тайский бокс и у него хороший очень тренер ему это нравится он ему 18 лет вот исполнилось на днях и он уже вот он любит спорт ему не отбили охоту то есть ни в коем случае не заставлять не пережимайте самая большая ошибка есть дети очень одаренные спортивно их очень мало их всегда было мало нет не считайте что это ваш ребенок чтобы там где-то на хоккей погнали еще он должен быть там не знаю каким-то малкиным ребят он если будет малкиным вы это сразу увидите не переживайте то есть этих детей видно сразу они на борьбу приходят они сразу борются они приходят драться они сразу стоят встал и видно что он стоит а тут детки приходят он не сесть не встать не может еще маленькие они естественные а уже в лет 12 они деревянные у них уже явный избыточный вес у них уже проблема у нас еще в школе все учителя физкультуры сейчас зашуганы так и слова другого не найду плохое слово но по факту она есть они боятся подходить потому что что-то с ребенком случилось и уж тюрьму посадят и дети на физкультуру просто не ходят то есть такого предмета в школах и учителю это на руку потому что ответственности меньше безусловно поэтому если вы лелеетесь и мечтой что в школе ему там чему-то привьют забудьте об этом дома должен быть турничок дома должен минимальный наборчик какой-то минимальный набор это шведская стенка турничок мат мягкий для того чтобы толстый мягкий мат для акробатики и вот мы даем какие-то упражнения у меня сейчас есть идея мы будем делать используя инстаграм такие онлайн уроки для родителей с какими-то советами бесплатные абсолютно вот сделайте вот это с сделайте вот это вот шпагат их как усаживал они верещат поросята вот я если ты его начинаешь на тренировку ставишь он все он там косит он к маме ходит он ноет он тебя ненавидит ты с ним ругаешься у всех настроение не к черту попутные делать и тренировки сынок давай там один подход удивим меня там мультик вот он компьютер вопросов нет вот у меня средний сын он постоянно сидит вот он это его жизнь пробон у мы сначала я ругался этом дрался потом сказал хорошо я выбрасывал компьютер в окно дорогой вот потом я говорю ладно ты ложишься спать в девять вечера чтобы ночью не сидел подъем у нас он встает он реально ложится в девять подъем в пять тридцать утра он сам встает занимается своими делами ты хочешь компьютер да сидя в лотосе или в шпагате и он сидит в этом шпагате или в лотосе как мы с вами на стуле потому что ему компьютер нужен понимает вы найдите за что его зацепить вы как-то с ним договоритесь с этим ребенком и опять же личный пример побудьте с ним там если вы этих не сделаете 50 подтягиваний в день то и ребенку как-то спрашивать с ребенка эти 50 подтягиваний стыдно не перебирайте я вам честно скажу вот 30-50 подтягиваний 50-150 отжиманий достаточно для формирования абсолютно абсолютно атлетической фигуры у мальчика абсолютно но я по своим вижу они оба метр один метр восемьдесят семь один метр девяносто два они сформировались абсолютно атлетичными ребятами минимальными усилиями не маг же огромное количество тренажеров спортзалах я против то есть отжимания это это для отжимания и выпады приседания со своим весом воркаут одним словом воркаут турник брусья при правильной технике брусья травмоопасный снаряд надо понимать что с ними дело вот отжимания в упоре лежа выпады для ног бег ходьба велосипед плавание гимнастика и акробатика вот это основа здорового человека нам важно же чтобы ребенок был здоровый вот панды мы делаем мы формируем такой набор упражнений сформировано есть такое боевое искусство тэскао тибетские честно вам скажу я занимаюсь всю жизнь боевыми искусствами ничего подобного не встречал вот есть тэцзи чуань китайская и тэскао это две абсолютно совершенных системы которые позволяют сформировать абсолютно здоровое тело но практически в любом возрасте грубо говоря если вы начали заниматься лет в 55 до 60 прогресс будет после 60 уже очень сложно хотя я встречал людей которые прогрессируют начал заниматься в 60 лет я видел людей я одного снимал я двоих даже снимал значит я снимал фильм планета шанти это про то как правильно путешествовать по миру с пользой для здоровья там не в турцию там бам а в турции побегать по пляжу значит или там в любом месте можно или там в таиланд я снимал в крыму программу и на пляже я помню спускаясь я был в коктабеле я спускаясь к пляжу там поворот налево променад я туда глянул так утром на тренировку иду а там народ еще с вечера не просох там так всем весело там я думаю они я рад чуть-чуть вправо там такой настил и на настиле пенсионеры я люблю очень пенсионеров это самые такие преданные ребята а холодно было достаточно они плавают там что-то отжимается и вижу дед сидит ну видно что он возрастной он сидит очень четко так в лотосе сидит потом он начал делать асаны йогу делал превосходное прям сидел завороженный смотрел подхожу к нему говорю вы не будете подайте познакомиться владимир я говорю а вы давно практикуете это йогу ну да 10 лет а сколько 70 до 60 лет ничего не делал тяжело болел прочее потом вышел на пенсию занялся собой начинайте всегда с борьбы ударные виды спорта в советское время братцы заниматься в секциях бокса можно было с 15 лет потому что врачи не разрешали пропускать удары в голову детям до 15 потом под давлением спорткомитета в советское же время возраст был снижен до 12 лет все если вам хоть один врач сказал что полезно получать удары в голову покажите мне это врача я поулыбаюсь не надо понятно что многие там решают опять же тут понимаете сейчас вот здесь разные традиции у народов вот если на кавказе это нормально дети там вот они спеленок все борются и дерутся и лезть туда со своим уставом как бы это дело последнее поверьте мне как бы ну нельзя же сравнивать ребенка выросшего в москве там допустим и в махачкале они в разной среде растут в разной среде вы можете сформировать ребенку свою среду это от вас зависит но ребенка не надо ломать понимаете самое главное потому что я к сожалению вижу очень много ребенок папа давит папа там все еще еще он потом лет 18 по веселке моего послал отца так что тут пошел и не вернулся и все братцы они выгорают эти дети кто рано начинает кто рано стартует практически все понятно что многие сейчас да ладно вот посмотри на хабиба хабиба уникум он уникален у нас есть там девочки на площадке которые они ходят еще в первый класс но которые 5 раз в неделю ходят с девяти до часу дня заниматься готовится к школе и у него глаза такие же понимаете но это детство забирается же а это уже вопрос государству принимаете вот сейчас этими с нашими экзаменами я давно порывался это сказать где-нибудь вот в наше время когда я учился у нас были отличники были хорошисты а были ребята которые скажем так не учились но учителя это все прекрасно понимали им ставили их тройку они шли в пту они шли к станку они шли на завод кто-то шел в бизнес кто-то брался за ум и после пту ушел в институт и кандидатом или доктором наук становился есть у меня такой знакомый стал известным врачом воешьником был совершеннейшим понимаете но учителя принимали учителя были а сейчас взяли вот этот еге оге и если ты не сдашь мы тебя выгоним мы тебе не дадим аттестат ты дебил и ребенка загнали за мажей он не было такого количества самоубийств просто статистика вот вы если бы реально статистику увидели волосы дыбом станут а загоняем мы их туда взрослые вот этими дурацкими экзаменами я в этом абсолютно уверен я в этом убежден потому что нельзя ребенка они разные все идет такой поток такой вал информации на это бедно ребенка я вам честно я школу закончил золотой медалью я очень хорошо учился но у меня было время поиграть я учился я дома посвящал урокам полтора часа ребят потому что все остальное время должен был мы росли в деревне мы держали огромное количество скота я весь этот скот обхаживал с первого класса сам трудовая книжкам у меня 7 лет я работал в колхозе потому что все дети ждали лета я ждал осени потому что прекращалась работа дома понимаете но у меня было время на все и учился я нормально а сейчас это не я вот я честно сидел я там я старшего торможу тема ты стоп давай поменьше нельзя ну ну как ты все там никому они ничего есть дети которые и сейчас прекрасно учатся понимаете их этих детей очень мало они очень одаренные это математические школы всевозможные там это прекрасно что такие дети есть у нас вот для них необходимо как бы создавать условия потому что это те детки которые будут двигать науку культуру вперед но их мало а мы взяли всех под одну гребеночку там сейчас загнали я я к чему все вот это долго рассказываю я много работаю с детьми я много встречаю с детьми я хочу призвать всех родителей будьте с детьми больше жалейте их видите что ребёнок я сейчас скажу очень крамольную вещь и у меня бывает такое честно смотрю на своего сегодня в школу не идем мы как и вот так не идем меня накажут не накажут я позвоню директору если надо принесу справку пойдем к доктору возьмем справку не идем я вижу что он загнан он не дышит будьте с детьми больше потому что вот ну пользу что он приходит там и спит он потом болеет это невероятная нагрузка тут вы еще решили что он должен играть в хоккей или стать чемпионом по рукопашному бою а вам братцы я хочу пожелать одно всем нашим дорогим зрителям любите своих детей уделяйте им больше времени ходите с ними в кино читайте с ними книги просто гуляйте и запомните иногда надо посмотреть на ребенка и сказать сынок сегодня мы в школу не пойдем и это будет мудро берегите себя